Ну, Андрей, изменение власти в России, в принципе, возможно, при каком варианте? Вооруженный мятеж, революция, не более того. Никакие другие методы не способны поменять эту власть. Об этом уже говорится тоже очень давно. Только вооруженное восстание, только, соответственно, приход бойцов, такие как Легион свободы России, только это может изменить ситуацию. И вот эту систему нужно будет выкорчевать, нужно тоже понимать. России предстоит очень сложное время после того, как Украина и союзники победят в этой войне. Россия не будет существовать на карте мира в тех границах, которые сегодня существуют. Мы даже возьмем 1991 года. Предстоит гражданская война и развал. Поэтому здесь, как бы, совершенно тоже, вот, для меня лично определены, как бы, эти вещи. Никакие мирные вещи, никакие протесты не способны поменять ситуацию. За 20, там, с гаком лет перепробовали все мирные методы. Просто все до единого. Остался единственный метод, который пока еще не действует. Это вооруженное восстание. И, в общем-то, такая революционная ситуация. Вот, когда будут предпосылки и начнется, соответственно, вооруженное восстание, вот тогда мы можем уже начинать говорить о тех изменениях, которые возможны. Потому что, опять-таки, к чему это приведет, тоже сейчас очень сложно рассказать и сказать. И, в общем-то, наверное, смысла тоже никакого нету занимать время. Потому что, ну, процесс, он, как бы, история так идет своим чередом. И, ну, невозможно совершенно предугадать все случаи. Даже когда идеальный план, план тоже по ходу действия может меняться. Так что здесь, в общем-то, такое. Ну, а то, что Песков, как бы, то, что, ну, уважаемая газета берет у военного преступника интервью, это тоже, опять-таки, ну, хороший такой звоночек и очень интересно, да, обсуждать, что сказала говорящая голова Путина, которая ни одного слова правды, в принципе, за последние года не была произнесена из этого рта. Ну, просто ни одного слова правды. Поэтому, ну, давайте, он что-нибудь опять ляпнет, и это будем обсуждать. Вы говорите, уважаемая газета, а вот, ну, это достаточно тогда такой тревожный маркер, правильно? Если, собственно говоря, общаются, цитируют. Ну, да, конечно. Ну, а еще раз говорю, когда всяких информационных мурзилок вытаскивают на поверхность медийного пространства, и они с собой занимают это пространство, вдалбливая в голову совершеннейшую чушь и вешая лапшу на уши людям, ну, а что ждать тогда, действительно, от газет, которые с мировым именем и обращаются к военному преступнику? Его вешать надо, а не интервью у него брать, понимаете? Еще один момент, который вот с вами хочу обсудить. Вы говорите о том, что, да, после революции еще нужно будет определенное время, достаточно длительное время на построение, да, вот демонтаж системы, построение... Ну, вот так переходный период, безусловно, он займет вообще года. Сказать о том, что завтра, грубо говоря, Путин, скинули Путина, и с завтрашнего дня начнется замечательная жизнь, да не будет этого никогда, кто это говорит, просто вам врет, называется. Как минимум четыре года, а то и больше, а то и шесть лет займет переходный период. Ну, представляете, какую махину, вот эту вот, вот эту государственную машину необходимо просто выкорчевать, вот эту всю систему выкорчевать. Нужно привести возмездие к каждому этому пособнику. Это же огромное количество людей, которые участвовали все эти годы в преступлениях путинского режима. И, представляете, бегать потом по всем городам и весям, выискивая всех этих пособников и возлагая на них меч возмездия. Это не один месяц и не один год, тоже нужно понимать. А потом управление вот этой огромной территорией. Здесь тоже, опять-таки, слишком много всего наворотило эта власть, просто так ее не выкорчеваешь. Поэтому это действительно потребуется большой промежуток времени. Я думаю, что это 4-6 лет. Редактор субтитров А.Семкин